Йоу. Запустил борду. Раз. Я из неё пройду. О, сейчас я прыгну вниз. Да. Вон в ту зелёную хрень. Там мы пройдём босса. Это будет не изи. Нет. Ну, в принципе, легко сделаем. Короче, всем привет. В принципе, мы продолжаем захерячить всех подряд. Продолжаем крушить всё вокруг. Продолжаем сушить всё вокруг. Продолжаем тушить всё вокруг. И, в принципе, вчера мы остановились на таком прекрасном боссе. Йоу-тудэй. И он уже нас пытается, в принципе, вывести из строя с помощью вот этих вот мелких черепулин. Значит, что это за босс? Вы спойте, Йоу-тудэй. Я думал, что он будет ещё вылазить оттуда. Но он уже вылез. И этот босс у нас капитан Трах. Нам главное не подпускать его непосредственную двигатель. Я вчера нашёл вот такую вот пушечку. Я бы сказал, что это пушечка пушенца такая, да? Давайте уничтожим его главный стилетик. Хоп. Ой, стилетик, точнее, черепок. Короче, уничтожил черепок. Стало в жизни всё хоп. Правильно, да? Да, он... Ой-ой-ой. Вот. Мы продолжаем, в принципе, ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж такое? Достаточно жёсткий босс. Ведь я всего-то снял ему чуть-чуть ТРП. Мы продолжаем настреливать ему зелёную голову. Возможно, этого босса стоило назвать капитан Шрек. Так, давайте не будем подпускать его. О, 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 неплохо. Неплохо. Атака. Этот босс мне нравится тем, что он, в принципе, достаточно сложный, да? В прохождении. То есть его не прям так вот слегка пройти. А всё из-за чего? А всё почему? 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 А всё потому, 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 что это босс. Настоящий молодец. И он, в принципе, будет сейчас неуязвимым. То есть мы вот сейчас ему снимем щитов. Давайте, в принципе, это сделаем. После этого он станет на некоторое время неуязвимым. А на какое именно время он станет неуязвимым? По бокам мы не уничтожим кое-какие писюлины. По бокам он, в принципе, будет неуязвимым. То есть мы сейчас попытаемся его настрелять как можно больше. Но вот уже скоро, вот этот момент, кажется, он встал. Вот. И сейчас сюда будет бегать солдатик. Мы, в принципе, их уже ждём. Ой, ёптудэй, как ты сзади оказался? Ниндзя, каратинзя. Нам главное, что с вами делать? Тун, тун. Это слушать музычку. Не понял. А, вот он. Смотрите, давайте его эхо уберём. А, тут ещё один, да, был? Ну и вот сейчас, в принципе, начинается уже более-менее хардкор. Так. Где ты Аганда бил? Потому что этот босс стал неуязвимым, в принципе, до этого момента. Да-да-да-да-да. Оп. Хорошо. До того момента, пока мы не уберём вот эти вот писюлины, да? Так, мы сейчас будем их пытаться, в принципе, убирать. Но что здесь самое интересное? То, что этот босс может к нам подходить. Ха-ха-ха! Твой притык, да? А если... Ха-ха-ха. То есть, он, если подойдёт в притык, он, в принципе, да, с одну мощность. Развизиули на нам, и мы, конечно, отлетим. И я вот сейчас думаю, что, наверное, не стоило убивать их солдатиков, да, мелких. Пусть будет хотя бы один, чтобы, если что, мы могли вас лезть. Так, и давайте найдём вот вторую, в принципе, херуину. Вот тут он где-то должен запутаться. И, в принципе, рассматривать всю красоту нашего персонажа. Давайте пока сдалека навалим, блин, сдалека он не сервитировал, навалится. В общем, он там, по-моему, залагал. Давайте подойдём вот так вот и навалим эту Писюрину. Вот так вот, так вот так, в принципе, я даже пока что не вижу на карте. Мы можем пока навалить Писюрину. Ага, вижу, он идёт. Всё. Тут эту Писюрину навалили. В чём ещё, в чём, как говорится, очередная сложность этой самой миссии, в том, что этот босс восстанавливает после каждого такого вот Разика. Разика, Хиразика. Так, подожди, я прям на него, что ли? Хм, так. Расстреляли. И у нас заканчиваются патроны, босс прям сзади стоит. То есть после каждого такого Разика, когда он становится, в принципе, неуязвимым, а он, что он делает, а он идёт нахрен. Ну, в смысле, он. Да, давайте, чтобы он за большая его дамажит. Даже не знаю, что-то они очень хорошо получаются. В общем-то, о чём я говорил. А, он регенерирует свой щиток. Вот. И то есть броню нам придётся снимать ему заново. Ну, а благо у нас достаточно большое количество патронов. И мы можем вот так вот его дамажить. Вот эту атаку я ещё, кстати, не знаю. Это чё он вообще сделал? Блин, к сожалению, дробовик на этой дистанции не помогает, поэтому нам придётся подойти к нему впротную. Как бы как-то надамажить. И вот эти вот боссы всякие. Вот такие большие. Да, они, в принципе, достаточно, ну, достаточно легко уклоняемые. Вот, да. Включаюсь, куда вообще, блин, это... Куда какую-то херню сказал, уклоняемые. Вот. Ну, имеется в виду, что от них мы с вами легко уклоняемся. Пока он уязвимый, да, вот как сейчас. Ну, в принципе, можем ему вот так вот начпокать в голову. Вот так. На. То есть, это делается, в принципе, очень просто. Но, тем не менее, выпашивать его нужно прям достаточно долго. И нудно, я бы так сказал. То есть, у него одни и те же атаки, в принципе, да. Давайте проверим узишку. Да, вот узишки не спули. Давайте, думаю, настрелить чуть-чуть. Ну, и вот он теперь вот уже опасный, да. Вот с явным ключей, что щиток. То есть, вот эти вот огненные атаки у него, как мне кажется, вообще самые опасные. То есть, я... Конечно же, за время битвы с этим боссом выучил все его атаки. У него их всего несколько. И сейчас он станет невозмимым второй раз. В принципе, вот оно. Сейчас опять побегут солдатики отсюда. Мы их будем настреливать. Ух ты, какой-то фирменный взяли. То есть, что самое главное, да? Блин, это что-то далеко. Далековато. Вот это уберем. Так. А, вот. А, вот и первая писюня. Давайте попробуем ее как-нибудь оформить. Так, по-моему, меня сейчас оформят. Давайте попробуем отбежать отсюда и порегенить. ОП-шка. А, тут самое главное, что тогда мы с вами, в принципе, отбегаем. Нас все равно продолжают терять, да, всякие вот щелики. А, щелики? А, не особо прям сильно мне хотелось бы прям убивать их всех. А почему? Потому что он... Ой-ой-ой, я подошел близко, да? Так, не хотелось бы сейчас умирать, потому что вчера я сдох. Ровно 33 из щитов-четового попытки потратил на этого босса. Так. И нам нужно отведение щит хотя бы постоянно. Да? Ой-ой-ой-ой. Утрегенить щит не получится, потому что, в принципе, по очень простой причине. И, кстати, вот эти солдаты, они стали намного сложнее, да? Чем когда? Чем тогда? Да, блин, заряжаешь свой дроббаш, иначе он сейчас подойдет вплотную и, в принципе, даст нам тренгюлей. Мы можем разбить вот эту вот его хрень. Почему, значит, эти солдаты были сложнее? А хрен его, как говорится, знает. Блин, к этой херене лучше близко не подходить. Давайте попробуем как-нибудь ее потихонечку настрелять. Блин, нужно, нужно срочно нам патроны к УЗИ. Так, он туда подходит, но ничего страшного. Так, ничего страшного, блин, а может быть и есть что-то страшное в этом. В общем, эти солдаты стали сильнее, чем в первый раз, когда они выбежали. В этом, конечно, заключается некоторая сложность, потому что, ну, лучше их, конечно, не реализовать. Тогда у нас не будет второй попытки, конечно, в воскресенье, да? Но зато мы можем вот так вот пихо, спокойно, а у нас какая-то вот бутылочка водки. Блин, они еще спауняются. Ребята, ну вы как бы прекращайте спаунившие. Я понимаю, конечно, что они дают нам лут и все такое, да? Но, блин, как бы этот спаун этих солдатиков мешает вообще, как бы, ну, если я точно, блин, я их не вижу. Они, блин, еще черные, как, ебкая мать, как ночь, блин, в Нигерии. Очень плохо их видно, в общем. Так, давайте потом как-нибудь вот так вот пожить, чтобы нас не особо сильно, блин, душили. Ой-ой-ой-ой-ой, черепочки, черепочки летят. Все, все, на этом мы заканчиваемся. Ну, вон, кажется, стоит солдатик. Мы сейчас его обойдем и попробуем нейтрализовать. Блин, давай быстрее перезаряжайся, пока он не укрыстся с сраным щитом. Все, мы можем рубить отсюда. Да, вот о чем я говорю, тут иногда эти солдатики, в принципе, помогают. Так, где, где вторая бутылка с водкой? Нам нужно ее срочно найти. Так, вот этого солдафона мы убираем. Вот она стоит, да? И давайте попробуем ее, в принципе, убрать. Все, тут бутылку с водкой мы убрали. Теперь нам нужно пособирать немножечко лут. Гюмин де лут, гюмин де лут. Аман, бе-бе-бе-бе. Там, там, устраняем этот объект. Ну и, собственно, капитан Трафт, да? Нам нужно его сейчас попробовать все как-нибудь размальсить. Расхитрить, отхитрить. Так, и бежит у нас на инзюцу. Мы его, в принципе, спокойно ложим. Так вот, вот эти все здоровые боссы, да, вот, в принципе, ну, уклоняться от них не встает возможность. Нихера он там щит прокачал. Походу, он скачал патч, но все щиты точка нет. Потому что его щит стал нереально крутым. То есть он достаточно сильный. Так, у нас летят черепочки сверху. И давайте попробуем настрелять, пока он парит в стену. Блин, его щит стал достаточно тяжело пробиваем. Вообще, то есть, вот эта вот Узи, она должна была сносить его щит прям за секунду, да? Но, тем не менее, мы сносим щит ему достаточно долго. Oh, damn. Щит. Щит, Сиджей. Щит. Как-то так вот здесь теперь стало опасно. Умирать нам сейчас вообще противопоказано. То есть доктор Айболит сказал, умерешь, будешь лох. Поэтому мы не умираем. Мы стараемся добить этого прекрасного, блин, босса. И он уже почти сдох. И вот последний, последний наш выпад в его сторону. И капитан Трах. Капитан Трах ложится. Все. Ой-ой-ой, нет-нет-нет-нет, не все. Ой-ой-ой, нет-нет, оставьте меня. Духи. Самые. Все. Восхитительная победа, же увы. Ты вернешься к Морису и получишь свою последнюю награду. У нас сейчас ровно ноль пуль. Ноль патрон. И вот таким. Почему, мне кажется, ты собираешься меня убить? Таких намеренных. Ну, потому что он сказал, да, последняя награда. И звучит так, что это как будто бы последняя награда. Ну, вы поняли, да? Смешно, хобочка. Да. И мы собираем, в принципе, лот. Какие-то тут пистолетики. И щиточки. В общем, всякое барахло мы пособирали с этого самого босса. Все боссы, они как... Они как Марио, да? Не в том смысле, что они прыгают и бьются головой об стену. Ух ты, у нас была способность, да? Ну, мы ее вкачали, в принципе, и все. Да, больше способности... Не понял. Усиление активного навыка. Что, мать его, происходит? Я вообще хз, короче. Ладно, мы там взяли, по-моему, вампирик. И давайте посмотрим. У нас с вами выпала крутая оружие. Вот, например, как вот эта. Она у нас по урону подходит больше. По точности чуть меньше, да? На количество зависим траха вы наносите больше хритического урона. Ну, нормальная тема. Далее, что еще у нас есть? Вот такой вот есть автомат. Но я не уверен, что его стоит менять на дробовик, конечно. Хотя, возможно, и стоит. Хотя, возможно, и стоит. Мы его, может быть, поменяем на дробовик. И вот такая вот еще узишка у нас есть. Так. И еще у нас есть... Так, это что такое вообще? Непонятно. А, у нас же была вот такая пушка. Ой, ты дожди, какая пушка? Блин, что-то я уже совсем запутался. У меня была... Такая большая баланда. И куда-то я ее сложил. И совсем про нее забыл. Возможно... Так, пробуждающийся кролик. Точность оружия Малиуан. Но это нам не сильно надо. Щиток, да? Вот у нас... У нас, в принципе, получше. Вот еще один щиток. Тоже не очень. И у нас есть вот такая военная узишка. Видимо, с Донбасса. Потому что она действительно такая крутая. И вторая тоже. То есть все... У этого босса все оформление, в принципе, такое зелененькое. Красивое. Но тестить пушки мы, конечно же, уже будем в бою. Когда на нас нападет всякая нежить, мы, в принципе, попробуем их потестить. Так, давайте соберем лут. Так, эту тыкву нельзя разбить. А эту тоже нельзя. Так вот, в принципе, все эти боссы, они не особо сложные. Ага, это наш портал. Подожди, подожди, портал. У меня тут есть оружие. Вот же, крутая оружие. Смотри, она даже покруче будет. Или нет? Блин, опять нет места, но эти оружие достаточно много стоят. Поэтому мы сейчас выбросим вот этот щит. Так, и еще какой-нибудь. И вот этот. И возьмем, в принципе, эти две оружие. Потому что их стоимость, как бы, довольно-таки высокая. Так вот, всех этих боссов легко пройти. Потому что у них есть какие-то атаки. Программированные атаки. Их всегда лишь несколько видов. В принципе, тут особо, как бы, делать нечего. Мы просто понимаем, да, какую атаку делает какой босс. Выучиваем его атаки. И, как бы, думаем своей прекрасной головой. Какую атаку нам задолжить. Ну, или просто выйти с игры. То есть, есть такой вариант. И почему-то игра продолжится уже четвертый месяц. Так, и сейчас я все еще не скачал патч с сайта lagov.net. Поэтому мы прогрузили. Ни хера ты меня напугал. Чуть-чуть, чудак. Так. Давайте сейчас не будем говорить с Моррисом. А лучше подождем, пока прогрузится мир нашей Пандоры. Который, который, на самом деле, планета Промигей. Или уже антенна. Я, правда, не особо уже в курсе. Так. А, у нас вот еще что-то есть, да? Куча каких-то точечек. Даже не представляю, с чем они связаны. Давайте поговорим с этим. А, ты возвращаешься из Черного Сердца Ада. Отлично. А теперь ты получишь под заслугом. И давайте убьем его. Видишь, вот это что ты говорил так, и он собирался. Иногда Моррису сложно выразить свои чувства. Ты возьмешь эту валюту, и я тебя не трону. И ты... Ты возьмешь эту валюту, если пожелаешь, но уже чистошил. А, чё, ёпки, чё? А я реально думал, что он будет нападать. Я уже прямо так встал и нацелился. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так, ну, если он добрый, я буду только рад. Я, правда, не понял, а где, собственно говоря, мой лут? Мне нужно зайти в эту комнату, братик. Где лут вообще? Я пришел сюда только за лутом. Братик. Ты чё-то не даёшь мне пройти. Где же мой лут? Где же мой лут, а? Я ничего не понял. Братик, это какая-то дичь. Какая-то лажа. Я не вижу лута. Неужели из-за того, что у меня забит инвентарь? Хм. Ну, в общем, так или иначе, особо большого лута мы не получили. Может быть, здесь написано награда. За прохождение миссии. Хе-хе-хе. Так, по свиданам культа. Космический подвиг. Начнем со снов. Полезные связи. Кровавый. Морис. Блин, здесь тоже не написано. Да, лута, к сожалению, нет. Хе-хе. Может быть, я что-то не так понял. Какое еще задание я могу у него взять? Обещать. Да, новая кровь. Не тот смысл буквально что-то. Блин, но, честно говоря, его задание, конечно, интересно. И там даже были боссы. Хе-хе. Но, возможно, мы возьмем его в здание в следующий раз. А пока что мы, наверное, пойдем все-таки по-главному. Это, конечно же, Меридиан. Так, давайте отправляться. Сейчас нам нужно только найти путь к нашему другу. Блин. К нашему другу Мартису. Блин, не Мартис. Как его звали? Маркус. Ага, к нашему другу Маркусу. Так, это какая-то хрехчистильнище. Так, подождите. Если этот черек здесь, значит Маркус должен быть там, да? Сейчас я побегу к Маркусу. И, принципе, продам ему всю свою очень крутую оружку. Так, что-то. Нет, это точно не Маркус. Ага, вот это какая-то. Это наш сумасшедший доктор. Так вот, короче, все эти боссы достаточно легко проходятся. Все дело в том, что у них атаки, да, запрограммированы. И, в принципе, блин, куда я иду? Маркус, Маркус, братишка, выручай. Выручай, выпей чай. Блин, по этому кораблю вообще просто хрен поймешь, куда нужно идти. Я уже спустился вообще в какую-то самую жопу. Тому челику я никак не продам. Поэтому давайте все-таки подвинемся немножечко повыше. Чтобы пройти до какого-либо босса, вам достаточно выучить его атаки. И, в принципе, больше ничего не нужно. Так, а где мне взять какой-нибудь автомат? Блин, Мокси, у тебя здесь вообще ничего нет, никаких автоматов. Хм, так. Крио, Куартерс, Элли. Элли туда, да. Мокси сюда. А где Маркус? Я понял, Маркус спрятался. Переехал от нас. Потому что в прошлый раз, когда мы пришли к нему, я сказал ему, что у него очень крутые оружки. Ну, мы продали ему, откровенно говоря, просто бич. А, вот и он. Так, давайте продадим ему сегодня на этот раз. Очень крутые реально оружки. Блин, я реально не знаю, какие оружки мне продавать, какие нет. Поэтому я продаю все, с ним все. Когда не знаешь, что продать, продавай все нахер. Так, сколько мы заработали денег на этой купли-продаже? Ну, я бизнесмен. 13 кесов. Нормальная тема. Давайте еще купим инвентарь для УЗИ, потому что мы пользуемся УЗИшкой. Очень много и больно. Так, вот, вот это он. Давайте купим. Инвентарь для УЗИшки. Сколько у меня осталось? 9К. Ну, 9 еще, но... И отправимся в тот же Меридиан, да? Который мы и планировали. Давайте для удобства возьмем вот эту пушку. Она чуть поменьше. Кстати, у нее есть снимы. Режимы стрельбы. Блин, ну, ладно, пробовать сейчас я их не буду. Так, и поехали в Меридиан. Так, это убежище. Тостижения. Не понял. Не совсем понял. Подожди. Станции быстрого перемещения. Вид с орбиты. Да, Прометея. Меридиан. И вот сюда, да? Так, и мы отправимся в Меридиан. Кажется, здесь мы уже раньше бывали. Потому что это планета Промегея. И, в принципе, здесь мы с вами убивали босса. Босса Гигамоск. Да, у него было такое название. Гигамоск. Гигамоск от Реха Домокров. Так, и сейчас мы, в принципе, что мы должны вообще сделать. Я уже забыл суть миссии. Короче, там кто-то что-то сказал. Что ж, пора действовать. Сейчас встретимся у статовой площадки. Номер 7. Так, а вот у нас Рис и Риска. Малеван охраняет этот астероид. Я не знаю, что, кто и куда. На ней есть корабль, со встроенным GPS-навигатором. От фирмы Apple. Поэтому мы полетим именно на нём. Да, да, да. Кто помнит эту базу. Да, вот здесь мы поздравили с Риза. Первый раз. Здесь у нас есть даже лот. Гимми де лот. Гимми де лот. И давайте его соберём. Теперь у нас больше патрон для УЗ-шки. Так, и куда нам нужно? Мы можем взять задание у вот этой вот прекрасной девушки. И так, а куда нам нужно вообще? Нам нужна статую площадку. Это вообще не сюда. Ага, это нужно ехать на машине. Ну, моя любимая машина в этой игре вообще это колесо. Давайте возьмём колесо. Я гангстер на Руси. Я... Я... Я гангстер на Руси. Я отжимаю каппал. Если ты с айфоном, значит, я тебя застал. Ты выйдешь со двора. И так же буду её... Так, сейчас он приехал. Так, вот это белобрысая алкашка. Она меня начинает уже немножко кумарить по своими стримами. Я бы рекомендовал не заходить на стримы белобрысая алкашки. И её сыночка. Так, она нахитит огонь. Ого, здоровяк. Осторожно, осторожно. Это здоровяк. Реально мощный. Давайте забыть ему эху. И она, клендит там, подействовала. Давайте переключим режим. И как раз попробуем его. Это что, одиночный? Не, одиночный мне, кстати, понравился. Я вот сейчас на микросекунду подумал, что одиночный режим — это полное лажа. Но, на самом деле, это достаточно круто. Почему? Потому что одиночный режим, кажется, наносит больше урона. И, кажется, увеличивается точность этого самого снаряда, да? В принципе, мне нравится, как работает эта пушка. Нужно ещё будет испробовать вторую пушенцу. Надеюсь, здесь тоже будет какой-нибудь боссик, и мы его сможем легко и просто завалить. В принципе, даже особо сильно не обращаем внимания. Так, это у нас какие-то банкоматы, если я посижу, с картошкой. Да, друзья, на планете будущего картошка будет раздаваться в банкоматах, как будто это Сбербанк. В принципе, всё очень просто. Так, и наше текущее задание — встретиться с Ириской, да? У нас смотровая площадка такая. Чем вообще надо от нас? Это, если честно, хрен поймёт. А вот и он, кстати. Эй, такси! Аль, слышай, пошли там. Последнее слово технологии, а я всё равно говорю. Телл серебристый. Нет, 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 нет. Моя телу не только купила. Это не было. Он был на хорошем к делу. Так, Риса под осадой, но с усами. А, нет, Ката из Гала. А, дружище, ты не передумал ещё безоговорочной капитуляции. Так как вот, так сказать, непонятный китаец появился с нами на радиосвязи. Мы, вроде, не звонили в Китай и Чан, чтобы не сказаться. Ни хера у него рука покраснела. Так, давайте его осмотрим, в принципе. Ни хера, он, кстати, высокий. А ну-ка, я сейчас сижу. Нет, нет, прости, дружище, но я, вроде, даже не попал. Да, так, давайте проверим вообще. Да, но он многого выше нас. Как вообще так получается? Так, и чё это ты мне даёшь? Космический лазерсток. Гадюка. Так, гадюка новейшее устройство Атласа. Дистанционного взлома системы на ливанский транспорт. Ты со мной? Конечно, но твои вопросы меня раздражают. Дистрактивно. Не отвлекайся. Блин, у него как будто бы город поменялся немножко. Во второй части он не так разговаривал. Здесь он больше напоминает какого-то капитана. Капитан Морская Черепаха, не на какой-то такой британский чисто капитан. Так, давайте разместим сюда нашу гадюху. Так, ой, ой, ёпи, чё я сказал. Так, ну ладно. Вот, короче, во второй части здесь, конечно, не было совсем таким вот чубриком, да, как он есть сейчас. Блин, мне почему-то кажется, что эти солдаты то ли раздваиваются, потому что с ними не так, короче, если я смотрю, эх. Мм, по кому-то вроде даже ещё попал, по тому-то он не чубрикал. Да, и он уже сразу сдох, там. Да, наверное, они всё-таки не раздваиваются, а просто улетают. Это чё-то бабули. Так, здесь у нас нихрена полезного. Так, слава богу, эти боты не особо умные. Мои, в принципе, положи на раздва. Нихрена себе! Стоп, это же писюлина! Большая писюлина, да, которая вот обычно... Да, ну и давайте попробуем переместиться в шахту, как говорится. Полетели в шахту, но для начала, конечно же, мы осмотрим весь здешний лут. Так, мы даже что-то можем взять. Один хрен подадим Маркусу. Нам надо с вами купить расширение инвентаря. Так, и мы, по-моему, на писюлине сейчас поедем в орбитальную шахту. Скай Вэлл, 27. Скай Вэлл, это же у нас рудник или, как его ещё называют, колодец. То есть это у нас получается облачный колодец. Скай, это у нас небо, да, небесный колодец, 27. Мы отправляемся именно сюда. Что здесь надо будет ждать? Какие-то чубрики смотрят сейчас на моё колесо. Потом дают какой-то сигнал. Непонятно куда. В общем, я не особо понял, что произошло. Но эта карта особо не лагает. Мне уже это нравится. Так, вот мы отсюда, да, пришли. Я понял, мы спустились вниз. Или на этой прилетели. В принципе, не важно. Мы не можем вообще вернуться. Да, мы можем теперь возвращаться. Так, ну и дальше, друзья, в принципе, на вот этой вот полуразваленной планете, которая мне напоминает чисто луну, мы продолжим наши поиски лучшего бытия в этом мире уже в следующей серии. И пока я собираю лут, в принципе, я с вами буду на этом прощаться. Ну и до встречи в следующей серии.